Поражения позвоночно-двигательных сегментов стали чумой 21 века. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире, получившие третье место после сердечно-сосудистых болезней и онкологии. Различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает почти 80% населения. У детей нарушение опорно-двигательного аппарата связано с ДЦП, рассеянным склерозом или церебральным пролечом и травмами позвоночника. Многие нарушения появляются еще во время внутриутробного развития. Например, епоксия плода нарушает благополучное формирование нервной системы. Негативные факторы, родовая травма, асфиксия, передвижение детей с такими нарушениями возможны только при помощи специальных приспособлений – ходунки, инвалидные коляски, костыли, тренажеры, вертикализаторы. Елена Степанова – врач-невролог, работает в медико-санитарной экспертизе и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди, видит почти ежедневно. Самим купить нужные средства реабилитации дорого, а ждать его от соцстраха долго. Елена Степанова решила, что нужно открыть бесплатный прокат таких медицинских устройств и приняла для этого участие в конкурсе «Лидеры России». Свой проект она назвала «Опора рядом». Очень остро стоит проблема получения технических средств реабилитации. Особенно остро стоит проблема для детей, потому что пока процесс получения занимает длительное время, от нескольких месяцев до года, и за это время ребенок успевает вырасти. У него меняется состояние, как положительную, так и в отрицательную сторону. Но выписанные ТСР ему уже доставляются, и учитывая, что они ему не подходят, они также хранятся бесцельно или просто выкидываются. Теперь технические устройства можно получить намного проще. Пункт проката находится при парусе надежды. Все, что тут выдают, принесли родители таких же детей. Кто-то уже вырос из ходунков, другим, например, не подошел по росту стабилизатор. Многие приносят технические средства реабилитации, ни разу ими не воспользовавшись. К концу получения многие родители просто уже отказываются получать, потому что им не нужны. И многие технические средства нам доставляются даже в упаковке новые. Им привозят на дом, а ребенку по возрасту уже не подходит. Светлана тоже столкнулась с проблемой получения ходунков для своего сына Макара. При рождении ему поставили диагноз ядроцефалия. Мальчику провели несколько операций, сейчас ему 6 лет, и он продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни. Чтобы твердо стоять на ногах, ему нужно специальное устройство. Когда вот карантин, было очень сложно это сделать, практически нереально, а такие средства нужны вот прямо сейчас, нужно дома в них заниматься. Детки в них сидят, кушают, в вертикализаторах детки стоят. Также на улицу нужны средства реабилитации. Поэтому такая возможность, что в Воронеже открылся такой пункт выдачи, это просто очень здорово, где можно прийти и взять в аренду абсолютно бесплатно любое средство реабилитации. Пока Макар учится ходить и говорить, мозг ребенка не пострадал, интеллект сохранен, говорят родителям врачи. Шансы на улучшение здоровья у ребенка есть. Для полноценной реабилитации многим родителям нужно использовать несколько технических устройств одновременно. Без них развитие ребенка будет длиться труднее и дольше. Есть также в наличии такие вот замечательные опоры для стояния и вот голубенькие и зелененькие с красочными рисунками. Это сделали сами сотрудники Паруса Надежды из Папье Машет. В планах проекта «Опоры рядом» уже осенью подобный пункт проката открыт для взрослых. В области проживают примерно 200 тысяч людей с инвалидностью и половине из них нужны технические средства реабилитации. Прокат многим даст возможность улучшить качество жизни.